Друзья, всем привет! Сегодня у нас середина июня. Погодка просто замечательная, лето начинается просто классно. Если помните, в прошлом году каждый день дожди поливали, морозильник был, все лето проходили в зимних куртках, то сегодня уже вторую неделю стоит плюс 30. Но у нас лето короткое северное, буквально еще не знаю, может месяц-полтора, и потом начнется дождливая сырая осень. Так что использую время по максимуму. Пытаюсь сделать как можно больше накопившихся дел. Дел накопилось просто ого-го. Полдня езжу на работу работать, а после работы приезжаю, домашние дела разгребаю. Кстати, много дел осталось не сделанных еще с прошлого лета. Скажем так, огородно-сельскохозяйственные дела. За компьютер вообще некогда садиться, буквально уже, наверное, неделю не сидел за компьютером. А сегодня пришел, посмотрел, у меня, оказывается, еще 4 дня назад интернет отключили. Вот заплатил, чтобы этот видос выложить. Так что отвечаю на вопрос, куда пропал. Никуда, друзья, не пропал, просто времени вообще не хватает. Не успеваю ни снимать, ни монтировать. Только работу работаю, чтобы все по максимуму сделать, чтобы не откладывать на осень, опять на зиму, под снег все уйдет. Так что не теряйте, все хорошо. Спрашивают, как дела в Шиесе. В Шиесе тоже все хорошо, все живы, все здоровы, никто не болеет. Ребята продолжают содержать лагерь. Продолжают дежурство и наблюдение за полигоном. Значит, ролик называется «Опять победа». Почему в кавычках? Потому что таких побед уже было штук 20, а может даже 30. Каждый раз нас поздравляют с чем-то, я половину поздравлений даже уже и не помню. И каждый раз считают, что это победа очередная. Я считаю, что все это опять очередной блеф. В общем, почему я так думаю? Смотрите. Администрация Архангельской области перестала поддерживать проект Шиес. Сегодня они поддерживают, завтра не поддерживают. Потом им снова 4 миллиарда Москва отдастся. И они что, дураки, что ли, от миллиардов отказываться? Помните эти слова Орлова? Дурак, что ли, от миллиардов отказываться? Снова начнут поддерживать. Так что я считаю, это вообще не показатель о том, что какая-то победа наступила. Распоряжение вышло от администрации Архангельской области о том, чтобы расторгнуть соглашение о сопровождении данного проекта. Ну, это вообще я не знаю. Соглашение о сопровождении данного проекта. А вдруг у них есть договор о сопровождении данного проекта? Может быть, у них есть еще соглашение о помощи этому проекту? Может быть, еще есть соглашение о солидарности с данным проектом? Да, таких соглашений и договоров может быть миллион. Ну отказались они от одного соглашения, а там еще 58 осталось, от которых они не отказываются. Так что я тоже не считаю, что это показатель, из-за которого стоит говорить о победе. Администрация Архангельской области исключила ШИИС из списка приоритетных. Это вообще смешно. Вот не знаю, помните, не помните, в начале 2000-х, я еще не знаю, мне там сколько лет, 15 было. По телевизору очень часто ведущие новостей говорили, незаконно вооруженные бандформирования. А я вот так сидел и думал, то есть если есть незаконные вооруженные бандформирования, значит существуют законные вооруженные бандформирования. Точно так же и с ШИИСом. Если его исключили из списка приоритетных, значит есть список неприоритетных. То есть его возможно исключили из приоритетных и поставили в неприоритетные. То есть в приоритете осталось так же разворовывание леса, добыча алмазов, континентальный шельф, они там газ, нефть добывают, разрабатывают. Ну а ШИИС чего? Ну и перенесли из одного списка в другой. И сейчас объявляют это как победа. Друзья, все вот эти исключения из приоритетных, расторжение каких-то соглашений, все же это делается сегодня так, а завтра по-другому. Наши законодатели законы штампуют, как из пулемета. Сегодня они приняли закон, завтра отменили, послезавтра снова приняли. Помните, как с переходом на часовые, это на зимнее время вернее. То переходим на зимнее время, то не переходим на зимнее время. Потом опять переходим на зимнее время, потом опять не переходим на зимнее время. Или с промиллями. То были допуски с промиллями, с водительскими правами. То потом убрали эти допуски, потом снова ввели, потом снова убрали. Так что им заключить соглашение, потом расторгнуть, потом снова заключить, это плевое дело, 5 секунд. Так что вся эта движуха, я считаю, это предвыборная пыль в глаза, чтобы перед выборами показаться хорошими, добрыми. Ну и основная, я думаю, основной показатель будет виден в сентябре после выборов. Так что там уже и посмотрим, стоит ли нам праздновать победу или не стоит. А там они снова заключат новые соглашения, снова переведут из неприоритетных в приоритетный проект этот ШИЭС. Ни один инвестор не будет вкладывать свои деньги в проект, который не окупится ему. То есть, смотрите, там сейчас находится 80 чопиков, у каждого зарплата по 50 тысяч рублей. Это каждый месяц они на зарплату тратят 4 миллиона рублей. ЧОПИКОМ. Плюс всю эту армию ртутней нужно кормить. Там поездами еду привозят. Вы сами видели, как на поезде приезжает вагон с едой. Целый КАМАЗ еды перегружают. То есть, это еще несколько миллионов надо тратить на еду. На электричество, чтобы их там обогревать, свет, освещение, все делать. Ну, ни один инвестор не будет тратить деньги, если он был уверен, что проект закрыт. Значит, инвестор уверен в том, что проект не закрыт и в том, что будет какая-то другая движуха после выборов. Так что я считаю, что рано праздновать победу. Нужно просто дождаться, посмотреть, как пройдут выборы и что будет после выборов. Ну, а сейчас это, как перед любыми выборами, это обычные обещания, обычная пыль в глазах, к которым мы уже привыкли. И вот сейчас предлагаю послушать интервью Сергея Якимова. Это член группы «Чистые урдома». Кстати, урдома, а не урдома. Ну, все, кто в теме, знают, что такое «Чистые урдома». Просто прокомментирую, немножко поясню, кто издалека смотрит наши видео, за нами наблюдает. «Чистые урдома» – это организация, которая была создана в урдоме местными жителями с самого начала, когда еще только проект 6 был замечен, когда вся эта движуха начиналась. И они первые начали заниматься, ну, противостоять этому мусорному бандитизму. Занимаются документами, занимаются всеми юридическими, судебными делами. Так что человек знает, о чем говорит, человек знает все эти судебные, скажем так, документальные, административные, все вот эти тонкости, что администрация там принимает, что она не принимает. И вот Сергей Якимов, кстати, комментирует. И я полностью согласен со всеми его словами. Все это полный блеф, которому пока не стоит верить. Послушаем, как он давал интервью и послушаем его слова. Власти Архангельской области объявили о прекращении поддержки проекта по строительству мусорного полигона «Шиес». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона. Можно ли праздновать окончательную победу? Обсудим это, давайте, с местным жителем, с активистом инициативной группы «Чистая урдома», извините, да, «Чистая урдома» Сергей Якимов. Сергей, добрый вечер. Да, здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Ну что, с победой можно вас поздравить? Да, поздравления уже идут месяц, два, три подряд. Это, конечно же, нельзя назвать окончательной победой, но я рад, что правительство Архангельской области передумало поддерживать проект. Ну, в какой-то степени молодцы, в какой-то степени, в конце концов, начали учитывать мнение населения. А может быть, побоялись, а может быть, учитывать по делу. Выясним дальше. Сегодня же, получается, да, закрепили это решение окончательно? 2 июня правительство Архангельской области издало распоряжение о том, чтобы расторгнуть соглашение о технопарк, о сопровождении данного проекта. А сегодня его исключили из Архангельского областного реестра приоритетных проектов. Ну, вы скажите, мы даже видим в соцсетях, ваши коллеги, даже активисты многие пишут о том, что все равно до конца не верят в власть. Мол, опять какая-то уловка, информационный вброс или все-таки этим заявлениям можно верить, на ваш взгляд? Ну, я думаю, поскольку это правовые заявления, конечно, им нужно верить. А в целом люди не верят, поскольку уже 2 года не верят. Ну, 2 года врут нам, так как люди могут сразу взять и поверить? Тем более, значит, такое правовое действие правительство Архангельской области совершило под нажимом населения. И в преддверии выборов, которые состоятся 13 сентября на 9. Ну, на искренность рассчитывать пока не приходится, но какая-то надежда есть, да. А люди не могут сразу прекратить вот это. Потому что вот все, сегодняшняя дня верим и все. Нет, такого не будет, поскольку наша власть уже так себя опорочила, прости меня, Господи, что они верят даже, по-моему, федеральной, верховной, судебной, кому угодно. Ну, все-таки, почему, Сергей, на ваш взгляд, это все-таки произошло? Это ваша личная победа активистов или все-таки какое-то решение наверху? Или какой-то совместный вот такой кумулятивный, что называется, эффект? Вот у вас есть предположения на этот счет? Да, конечно, это совместное решение. Здесь нет такого, что там чистая урдома, вот наша вот группа победила. Нет, такого нет. Это, в первую очередь, это искренний настрой населения. Ну, и, конечно, причина была ужасающая, так, как поступала Москва с нами. Второе, это, значит, поддержка, солидарность Архангельской области и, значит, Республики Коми, поскольку проект строится на границе с Республикой Коми. Да, вот сейчас вот как раз показывают эту станцию. Третье, что немаловажно, а может быть, ну, тоже важно, да, это то, что, значит, президент не высказывался в поддержку данного проекта. Он все время пытался выступить арбитром. Вот давайте учтите мнение населения, вот еще вам полгода учтите население, вот. Ну, и, в конце концов, значит, настали осенние выборы, поэтому, ну, вот, в частности, у кремлевского кандидата, ну, вообще, нечем, ну, ну, нечем похвастаться перед жителем. Да. Хочешь ли, не хочешь, все равно нужно отменять. Поскольку народ сказал, что, а мы на выборы своего народного губерната посылаем, выбрали губернатора, народ себе выбрал, посылает его на выборы, сказал, в первую очередь отменяй проект. Что должен сделать партия «Единая Россия» и, значит, кремлевский кандидат? Ну, конечно, я тоже буду отменять. То есть, это не искренняя отмена, а это вынужденная отмена. Тут, конечно, стоит такой вопрос, вот она временная или она постоянная, вот этот вопрос точно никто не может ответить. А о том, что это вынужденное решение правительства Архангельской области, это на сто процентов. Скажите, Сергей, какие сейчас настроения у вас, среди населения, особенно вот в эпоху пандемии, что сейчас происходит после этой борьбы? Ну, вот в сельской местности, где вот мы живем, поселок Урдама, Урдама, правильно называете, Шиес, Урдама. Значит, вот в нашем поселке спокойно нету никакой эпидемии, люди-люди занимаются пассивными работами, никто не болеет. Скажем, в Архангельске есть заболевшие, есть и умершие. Большая вспышка была в Северодвинске, это тоже рядышком с Архангельском. Мы об этом рассказывали, конечно, да-да-да, мы понимаем. Ну что, на этой прекрасной ноте, еще раз вас поздравляю с этой победой, хоть и вынужденной, как вы сказали, но тем не менее. Сергей Якимов, активист, ну вот мы сегодня узнаем в пяти этого проекта мусорного полигона Шиес.